Добрый день, дорогие друзья. Я обещал вам регулярно вести рубрику с ответами на ваши вопросы. Давно не было. Виноват. Исправлюсь. Давайте начнем. Вопрос Анастасии Любимовой. Почему все говорят, что ученый-расчленитель был другом министра Мединского? Разве это важно, как будто оппозиционер не может оказаться сумасшедшим или маньяком? Для начала я поясню тем, кто упустил эту совершенно жуткую историю. Доцент-историк из СПГУ убил и расчленил свою девушку, которая ранее была его студенткой. И был пойман в тот момент, когда пытался утопить части тела в реке Мойке. Ну, слушайте, маньяком действительно может оказаться кто угодно. И от сумасшествия никто не застрахован. Но здесь же дело совсем не в этом. Почему важно, что вот этот конкретный историк Олег Соколов был другом Мединского и членом научного совета военного исторического общества? Потому что Мединский администр, российское военно-историческое общество действует под патронажем власти. В Совет общества входят Шойгу, Колокольцев, Рогозин, другие. То есть Соколов был очень близок к власти. И вот очень близкий к власти человек годами изображает Наполеона. Считает себя земным воплощением французского императора и даже просит называть себя Сир. При этом он годами же соблазняет своих студенток и, не особо скрываясь, живет с ними. А когда в 2008 году одна из студенток захотела его бросить, то он связал ее, жестоко избил и угрожал раскаленным утюгом обезобразить лицо. При этом девушка обратилась в полицию. Но дело замяли. Вот вы можете себе представить такую историю про оппозиционера? Да что там про оппозиционера? Просто про обычного вузовского преподавателя или профессора. Ведь проблема не в том, что Мединский и другие дружили с самопровозглашенным Наполеоном. Проблема в том, что такие связи спасали Соколова от тюрьмы или принудительного лечения, которые на самом деле давно напрашивались. Проблема в том, что для власти и близких к ней людей законы по умолчанию не действуют. Проблема в том, что руководство СПГУ и его ректор Николай Крапачев, юрист, кстати, даже не решились отстранить такого человека от преподавания. Ну и, конечно, как всегда, это закончилось печально. И печально для окружающих, а не для них. Сергей пишет рассказать про то, что Путин говорил про воровство на строительстве космодрома. Что это было, спрашивают. Я так понимаю, что имеется в виду знаменитое видео, как Путин обличает коррупцию при строительстве космодрома Восточный. Сто раз сказано было прозрачно, работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект практически тоже носит общенациональный характер. Нет. Воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Знаете, это было смешно, если бы не было так грустно. Как будто бы молодой начинающий блогер записал свое первое, еще неуверенное по исполнению видео против коррупции. Только этому молодому начинающему видеоблогеру исполнилось 67 лет. И он уже 20 лет обладает всей полнотой власти в России. И возведенная в рамк государственной политики коррупция – это его личное изобретение. Кому Путин предъявляет претензии? Это он назначил Рогозина на руководство российским космосом. Да и остальных ворюк тоже он назначил. За 20 лет в стране просто не осталось чиновников, которых бы так или иначе не назначил Путин. Сам или через других своих назначенцев. Так кому претензии-то? Кто должен отвечать, что эти чиновники воруют в три горла? Ну, может быть, это какой-нибудь эксцесс? Может быть, это только в одном месте, в одном ведомстве воруют? На открытых медиа только что вышло расследование о недвижимости Алины Кабаевой. Ребята заметили интересную закономерность. Примерно в то время, когда на руке Алины появилось обручальное кольцо, ей вдруг удивительно начало вести с дорогой недвижимостью. И странная закономерность. Недвижимость общей стоимостью более 1,25 млрд рублей ей досталась от подрядчиков «Газпрома». Вот, правда, удивительное совпадение. Крупные подрядчики «Газпрома», как поддорванные на перегонке, начинают делиться дорогой недвижимостью с, ну, как бы так сказать вежливо, с предполагаемой женой Путина. И снова получают очень крупные подряды от «Газпрома». Вот на эту тему начинающий видеоблогер не хочет сделать расследование. Или другая замечательная история. Полковник Захарченко. Помните? 8 млрд рублей наличными в квартире. В дорогой квартире. Специально купленной для хранения денег. Интересно, да? И вот, как теперь мы знаем, это деньги РЖД. И эти вот 8 млрд – это не все украденные деньги. Это только доля Захарченко, зарплата безопасника в этой схеме. Но если доля охранника в этой схеме воровства 8 млрд, то сколько же утащили всего? Ну вот, тоже отличная тема для нового видео господина Путина. Ну, мы же понимаем, что это все игра. Что коррупция для Путина – это не преступление. Это способ управления и личного обогащения. Это стало понятно еще в далеком 2003 году. Я еще тогда, на встрече РСПП, привлек внимание Путина к явно коррупционной сделке. Масштабы коррупции в России, оцениваемые экспертами четырех организаций, приблизительно одинаковые. В районе 30 млрд оценивается долларов. Это 10-12% ВВП. И по его реакции стало ясно, что никакой борьбы с коррупцией не будет. Теперь, вот, вы упомянули про Роснефть, там, и сделку СИП-нефтью. Я думаю, что, конечно, и представитель Совета директоров, он должен как-то отреагировать на то, что вы сказали, и объяснить. Хотя некоторые вещи, конечно, там, на первый взгляд на поверхности лежат. Это госкомпания, которой нужно увеличить свои запасы, которых запасов как бы не хватает. Коррупция для Путина – это способ управления подчиненными. Ну, понимаете, можно убеждать людей, можно управлять ими в рамках административного подчинения или в рамках закона. А можно иметь на каждого папочку с компроматом. И Путин, он про папочки. Только вот эта вот палка о двух концах. Коррупция не только позволяет управлять вопреки закону, коррупция развращает и разрушает систему управления. Чему Путин-то, я думаю, уже не рад. Но с принятием мер он опоздал на 20 лет, и теперь эти меры придется принимать без него. Иван Иванович, Михаил Борисович, скажите, пожалуйста, на сколько лет в России осталось ресурсов? Хороший вопрос. Вероятно, вы имели в виду такие ресурсы, как нефть, газ, металлы и прочие полезные ископаемые. Их у нас достаточно много. И угрозы, что вот они раз и внезапно кончатся, такой угрозы нет. Но я думаю, что даже не только на наш век, но и на век наших детей вполне хватит. Другое дело, что с каждым днем разработка полезных ископаемых становится все сложнее и дороже. Мы постепенно добываем то, что лежит на поверхности или в легкой доступности. И с каждым новым месторождением нужно идти все глубже под землю, дальше на север или на морской шельф. Руда становится беднее, нефть более обводненная, и для разработки новых и сложных месторождений нужны технологии. Своих у нас сейчас уже, к сожалению, особо нет. Если 20 лет вкладывать деньги в дворцы и разного рода парады, а также шубохранилища, то на технологии не останется. А если еще к тому же устроить парочку войн по периметру страны, то и чужие технологии из-за санкций не купишь. Так что проблема будет не с полезными ископаемыми, а с тем, сколько денег от их продажи получит общество. Вот сейчас общество получает немного, а будет при этой власти получать и еще меньше. И нет никаких волшебных технологий, чтобы 20 лет грабить страну и разрушать систему управления, а вот производство, чтобы при этом оставалось эффективным. К сожалению, придется демонтировать всю систему единоличной власти. Гражданам придется отвоевать право контроля за вот этой властью. И тогда, только тогда наши ресурсы будут приносить благо всему обществу. Вопрос был поставлен под видео про списание долгов африканских стран. Вот человек Сергей пишет, так если есть такие факты, почему не подать в международный суд? Вообще, к данной конкретной ситуации судебное преследование не очень применимо. Ну, кого и за что преследовать? Власть? За жадность, глупость, за низкую квалификацию? Странно было бы. На эту тему ее можно преследовать каждый день и по гораздо более важным вопросам. Я выбрал этот вопрос за немного другой аспект. Очень часто приходится слышать, что международные суды, международные органы или власти разных стран должны разобраться с российскими властями. Это вполне понятное желание. Ну, как бы классно, чтобы кто-нибудь за нас разобрался с нашими проблемами. Но вместе с тем это очень опасное заблуждение. Ошибочно считать, что придет какой-то добрый дядя и за нас решит наши проблемы. Не придет. Не решит. А если будем этого ждать, то никогда ничего не изменится. Я с большим уважением отношусь и к международным судам, и к международным институтам. Но со своей судьбой нам придется разбираться самим. Авторитарная, вороватая и неэффективная власть – это наша проблема. И у этой проблемы нет внешнего решения. Нужно перестать рассчитывать на кого-то еще. Такой расчет, конечно, хорошее оправдание, чтобы сидеть на диване и ничего не делать. Но от сидения на диване никогда ничего не решалось. Если мы считаем, что власть авторитарна или воровата, ее надо менять самим. Ее в любом случае менять надо. Нельзя, чтобы одни и те же люди правили страной больше 20 лет. Кстати, у них в планах отнюдь не 20 лет, а 30, 40 или даже больше. И никакой международный суд нам не поможет. Международный суд за граждан на улицы не выйдет. И вороватую власть из Кремля не выгонят. И он не должен в этом помогать. Иначе это оккупация или жалованная грамота, или еще что-то, что нам дали и также могут отобрать. Свободу надо брать самим, а потом защищать, платя за это дорогую цену. Тогда это наша свобода. Михаил, как не допустить деда к власти в 2024 году? Поможет ли умное голосование? В этом вопросе подняты сразу две проблемы. Ну, во-первых, может ли сработать умное голосование на президентских выборах? Не сможет. Это достаточно просто решаемая для власти проблема. Путину оставят только тех соперников, которые не будут представлять опасность. Таких, чтобы даже 5% дополнительных голосов не привели к победе. А больше умное голосование в масштабах страны дать не сможет. Во-вторых, судьба страны в принципе не должна решаться на таком голосовании. Ну, представьте, благодаря умному голосованию в 2024 году мы избираем не Путина, а совершенно случайного политика. Просто потому, что он шел вторым. Ну, какого-нибудь молодого Зюганова или Жириновского. В чем победа? Что он не Путин? Ну, хорошо, не Путин. Но это совершенно случайный человек во главе гигантской страны, причем человек с неограниченными полномочиями, который тоже, как и Путин, захочет править. Пока хватит сил. Мы готовы отдать страну еще на 20 лет первому попавшемуся человеку. А даже если не первому попавшемуся, неограниченные полномочия, абсолютная власть, никаких сдержек и противовесов, да любой человек превратится в Путина. Мы это уже проходили. На примере Ельцина. На примере Путина. Нельзя такую власть верять одному человеку, даже хорошему, даже самому лучшему. Мы должны отчетливо понимать, в тот момент, когда мы поставили судьбу в страны в зависимости от голосования за конкретного человека, мы уже проиграли. Проиграли как страна. Придет к такой власти плохой человек, станет автократом сразу. Придет хороший, станет автократом чуть позже. Задача на 2024 год, как и на любой другой, должна ставиться совершенно иначе. Не просто убрать Путина, а убрать систему, при которой возможен Путин. Я боюсь, что если в 2024 году нам предстоит голосовать на президентских выборах, то это будет означать уже поражение. Наша победа – это конституционное совещание и смена системы. Наша победа – это переучреждение органов государственной власти политическими представителями влиятельных общественных групп и регионов. Наша победа – это Кремль, превращенный в музей. Нам надо победить на самом деле только один раз. И мы победим. Спасибо за ваши вопросы. Отправляйте еще, а я буду на них отвечать по мере возможности. Всего хорошего и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok